Чарли, любимый друг. Всем доброе утро. Как у народу что-то сегодня? Чарли! Туристы какие-то все. В эти дни, последние два дня, очень много всяких туристов по наехали. А вот, даже вот мои клиенты, они же местные даже заметили это, представляете. Я сегодня два круга дала, чтобы припарковаться. Не было парковки. Вообще такое редко бывает, но сегодня случилось. Одна клиентка позвонила, говорит, ой, я сейчас приду, быстро оденусь и пойду к тебе. Она полтора часа шла, быстро одевалась. Полтора часа шла ко мне, представляете. Я говорю, охренеть, вот это она быстро. Вот я, говорит, тебе звоню, чтобы узнать, есть у тебя кто нет. За полтора часа я трех оприходовала. Ой, смотрите, какая красота на пляже. Я сегодня, кстати, после обеда работаю, поэтому пойду прогуляюсь там внизу, как раньше. Купаются люди. У меня тут машина кое-как примастила ее, потому что вообще, говорю, парковки не было. Жуть. Ладно, поехала я домой кушать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Закончила работать. Ну, что вы думаете? Телефон на работе забыла. Хорошо до машины дошла, она тут рядом стоит и вернулась. У нас тут опять стреляют, я не знаю, ехать на пляж, не ехать. Сегодня первое причастие, свадьба даже есть. Ну вот, ничего не боится. Я его туда на руках несла, а сейчас вот привязала, потому что как-то собака привязана, она себя чувствует намного уютнее, как говорится, защищенной. Хорошо, хоть я опомнилась вот так вот быстро, что телефон забыла. Вообще, Маруся, постоянно его забиваю. Так домой бегу с работы, так заработалась вся. Я тут целое лето не ходила, тут так деревья разрослись. Пипец вообще. Такой парк классный становится вообще. Смотрите, помню, их только посадили весной вот эти деревья. Они, смотрите, какие уже дают тень. Класс. В общем, у нас вроде как перестала стрелять. Я вот там работаю за замком. Вот. И вроде бы Чарли радостный бегает. Но я на всякие пожарные взяла вот этот. Его поводок, в общем, такой шикардос, так хорошо гуляется. Время у нас около восьми. И вот, поэтому прям солнце еще высоко, но оно буквально через час уже сядет. Так быстро закат наступает. Классно. Вообще, я прям удивилась. Такие деревья здоровые стали. Моя маленькая сладкая рыбка гуляет в парке. И я с ним. Посмотрим, есть ли народ на пляже. Ну, есть сто процентов, но не так. Кстати, у нас сегодня у меня была клиентка, она учительница. Я говорю, что, говорю, как это, как учиться-то будут люди, люди, ученики. Она говорит, пока, говорит, нам сказали, как и всегда. Ну, как и говорит, единственное, что учителя будут ходить по классам, а не ученики. Все, говорит, дезинфицируется. Руки пять раз за учебу мыть, температуру мерить. А так, говорит, конечно, в классах много людей, а двадцати детей и никакая дистанция, конечно. Говорит, чтобы усадить с двухметровой дистанции детей, это нужен целый этот стадион. А так, все, говорит, по-прежнему, нам ничего не сказали. Единственное, что, говорит, нас отправили на курсы по учебе онлайн. В общем, учителей готовят все-таки к учебе онлайн. Ну, чтобы учить онлайн. Ну, я говорю, посмотрим, говорю, месяц хоть продержится. Так, учеба, она говорит, месяц. Боюсь, что меньше. Так что посмотрим, как что это будет. Ну, мне, в принципе, это не грозит. Ну, просто интересно вообще, как что будет, как родители, как... Ну, ладно, это опять одно и то же пластинка. Мы пойдем с вами море смотреть. Как, что, почем. Да, Чарли, ты рад? Что-то смотрю, нифига, народ не уменьшилось. Так и лежит. Ой, сидят на все. В Трилле, да. Смотрите. Все то же самое. Чарли, а где ты? Ураки? Видите, лето продолжается. В полном разгаре. О, куда я вас прилепила. Прикольно. Меня видно, надеюсь. В общем, буду посуду мыть. И знаете, что буду? Хочу вам рассказать. Как меня грабанули два раза. Не знаю, слышно меня, не слышно. Я думаю, что слышно. В общем, меня в моей жизни два раза грабанули. Один раз прям так это. Смачно, скажем так, в России и один раз в Испании. Вообще, в Испании идет такая молва, что здесь сильно грабят, нельзя сумку без присмотра оставить. Ну, в общем-то, да. В общем, начнем с Испании, да. Я только приехала. Ну, не только приехала. Я уже хотела уезжать. Как бы на... В общем, начнем по порядку. Уже жила. Здесь уже знала мужа. Но мы с ней еще ничего и никак не было. Вот. И помню, что как-то в Альмунекторе. Это вот тут городок рядом у нас. В 20 минутах от нас. В общем, не помню, что мы делали, как мы делали. Но открыли машину. И там лежала моя сумка в открытой машине. Ну, я, знаете, думала, Испания, Европа. Здесь никто не ворует, ничего не делает. И, в общем, сумка там буквально минуту машина была открыта. Мы что-то вышли из машины. То ли кого-то увидели, то ли не помню сейчас в чем. Возвращаем. А сумки-то моей и нету. В сумке не было денег никаких. Но там был телефон. А я с России, когда приехала, вы знаете, у меня все было, как говорится, на высоком качестве. Я же с Москвы приехала. И у меня кожаная черная сумка классная была. Вот это жалею по сей день о сумке. Скучаю. Телефон был последней модели. Знаете, книжка такая, красный, помню. Блин, классный телефон был. Не помню, модель. Вот. И самое главное, паспорт. Я как раз у меня подруга уезжала в Россию. Я такая, я с ней хочу поехать. Отдохнуть, типа, в Россию. Отдохнула. И вот у меня сперли паспорт. Я вообще... Я помню, что я нифига не переживала особенно. Хотя, знаете, у меня тогда документов не было. У меня был паспорт, загранпаспорт. И тот у меня сперли. Вот сейчас я думаю, если бы меня, наверное, отправили бы в Россию, то бы хрен я бы тогда вернулась обратно. Правильно? Или как это вообще? Вот. Но все разрешилось, как говорится, удачно. Буквально, в общем, погоревала я, погоревала. Все, собрались уже в Мадрид, в посольство. Я не помню, обратились мы в полицию. Ну, наверное, иначе как бы мне вернули паспорт. В общем, погоревала, погоревала. Ну, что делать? В 24 года море по колено. Ничего не страшно. В общем, отправят, отправят. Что теперь? И вот потом мы возвращаемся в тот же бар. Буквально дня через три, наверное. И сидим, попиваем пивком. Подходит официант и говорит, тебя Оксана зовут? Я такая у него. Да. Он такой достает мой паспорт и говорит, твой? Я такая, мой. Ну, вернее, знаете, как на своем ломаном испанском. Я тогда его особо не знала. Представляете, мой паспорт. Я говорю, как он? Ну, не я, там, муж, наверное. Он кое-как мне потом объяснил, как оказался мой паспорт в баре. А воришки просто, знаете, они своровали мою сумку. И нафиг им мой паспорт. Они взяли сумку, телефон. А паспорт они на пляже выбросили. Он им абсолютно не нужен был. И кто-то принес, он говорит, какой ты этот, темнокожий. В общем, негр принес мой паспорт в бар. Представляете? И все, я быстренько полетела за билетами в Россию. И вот как, ну, судьба видна такая, правда, что вернули паспорт. И все такое. Я вообще удивительно. Вот. Ну, прям, кому он нужен-то? Вот. Ну, хорошо, хоть там, что-то там не в мусорку или куда-то, а вот просто на пляже валялся. Ну, они, видимо, посмотрели, распотрошили мою саму сумку. Увидели, что там хрена ничего нету. Сумку жалко. Красивая, зараза была. Удобная. Вот. А еще один раз меня в России сграбанули. Там было прям целый этот сериал. Детектив. В общем, представляете? Мы работали. Я работала в магазине. Он работал до 12 ночи. Магазин. Потом мы закрывали магазин. И ехала я на троллейбусе до дома. Вот. Ну, где-то ночью, представляете? И вот ехала я на троллейбусе. Ехал, ехал. А он там, мой дом стоял как-то. С одной стороны остановка троллейбусная, с другой стороны тоже. Но с одной стороны тропинка к дому темная, а с другой посветлее. Но до другой остановки нужно чуть ли, не знаю, очень долго ехать. Просто я за это время могла бы добежать до дома. И все. Ну, в общем, опять 20 лет и ни хрена ничего не болишься. В общем, да их... Вообще даже мыслей не было, что что-то со мной может случиться. В общем, иду я из этого троллейбуса, подхожу к дому, а там же ключи вот такие вот магнитные, дурацкие такие ключи вообще. Пока его достанешь, пока что, в общем, чувствую, что ко мне была осень. Что ко мне... У меня в бок что-то это... Прислоняется, скажем так. И слышу такой акцент. Снимай все золото и доставай все, что у тебя есть. Ну, у меня, по-моему, даже сумки не было. Ну, естественно, жизнь-то дороже. Я снимаю сережки, в общем, все снимаю. А у нас же как в России-то ходили мы. Все в золоте, кольца-то золотые. На каждом пальчики, браслетик, цепочка. В общем, вся при наряде. Вот. Единственное, что он не снял, я была, потому что в курсе осень была такая глубокая, цепочку с крестиком осталось. И опять телефон. Супер новый, супер последней модели. Тоже книжка была, тоже красный. Ой, блин. Но я быстро забежала домой. А мы с сестрой двоюродной жили. Говорю, блин, меня грабанули, что делать? Куда бежать? В общем, выбежали, посмотрели вдвоем. А еще, знаете, я тупанула. Мужик этот, видимо, не особо он грабитель такой. Потому что он пока мне наставил, пока я снимала с тебя все сережки, у него этот ножик упал. Была бы я какая-нибудь, знаете, по борьбе кто-нибудь, я бы ему раз по этим самым его причиндалам и побежала быстрее бы в дом. А он, я еще на него так посмотрела, у него этот ножик упал, он там чуть-чуть его поднимает. А я на него смотрю, представляете, то есть я его видела. И он меня засек из троллейбуса он меня пас, представляете. Вот. Ну, я утром, не помню, утром или на следующий день, в общем, когда смогла, побежала, пошла в полицию, в милицию тогда еще. В общем, все им рассказала, что меня грабанули, ля-ля-ля-ля-ля-ля, дала все признаки, я же его видела. Вот. Ну, никто ничего искать не начал, не извини, даже и не пытался его искать. Вот. Самое интересное, что, знаете, через несколько дней, а, у меня, знаете, еще я работала в районе, в таком, в общем, богатом районе, и там жил, помню, этот, мафиози, скажем так. И, в общем, он мафиози этот приходил к нам каждый раз, а я и на лодочном отделе работала. И он приходит и говорит такой, ну, мы в хороших отношениях были, говорит, хочешь, мы его найдем. Я такая подумала, думаю, нафиг они мне его будут искать, потом я им должна буду заплатить больше, чем все это стоит мое золото. Я говорю, не надо. Вот. Мне такого удовольствия. И вот, представляете, один день я работаю и вижу, что этот чувак стоит в очереди, представляете? Ой, бля, сваливаются ложки, вилки. Стоит в очереди ко мне. Я чуть конь не отбросила. Мне так страшно стало. Я все бросила и бегом такая напарница, я говорю, подожди, это он, пойду я звонить в полицию. Звоню быстрее в милицию, в полицию, говорю, я такая-то, такая-то, меня вот тут на днях ограбили, мой грабитель стоит передо мной в магазине. Она, значит, кто вы такая, ваше имя, фамилия, ты-ты-ты-ты-ты-ты, ваши все дамы, я говорю, я вам потом все расскажу, грабитель вот стоит передо мной, приезжайте, забирайте, бля. Она опять, кто там, имя, фамилия, отчество, где опять заладила. Я опять ей говорю, да, блин, вы понимаете, что он сейчас уйдет? Опять она это. Никто не хотел работать. Я говорю, пошла, ты повесила трубку, и все. Представляете, вообще, ты передо мной, вот такая вот, я говорю, ему же, раскрыла, блин, им это. Потом я узнала, где он живет, все узнала. Ни хрена, никто ничего не пошел. Я не помню, что они мне сказали, не помню, что мне ответили, но ни хрена, никто со мной никуда не пошел. Представляете? Вот тебе и так вот и работают. Все, я им все нашла сама. Какой-то. В общем, так он их, нет, потом куда-то он делся. Вот так вот меня в жизни два раза грабанули. Сейчас, конечно, все это смешно, золото он с меня снял. Батарейка села в тему о грабеже. Ой, а что я там нажала? Что я там нажала без моего согласия? Пальчики мои шаловливые. А куда, что делать? А, мегуст, ну ладно. Читаю сейчас в Фейсбуке, вот, что у нас тоже в нашем городе сегодня задержали одного. Какие-то волосы по рту. Чарли, твои? Не, какие-то тонкие, наверное, кого-то стригла. Знаете, после работы приходишь вся в волосах вот таких мелких, везде, даже в лифчике. В общем, мужика 50-летнего какого-то задержали, ограбила женщину, пока та дверь открывала, представляете, пока та дверь открывала, он на нее накинулся, стащил сумку, повалил ее. Ну, в общем, спасибо этим соседям и, в общем, кто его видел, задержали, представляете. Вот, везде бывает, дураков хватает в 11 часов дня, представляете. Наркоман какие-нибудь, денег не хватает, вот они и сумки, и грабят сумки или еще что-то. я себе чайок заварила с мятой. Арбузик уже поела, ужин. Теперь чайок с мятой. Мне очень нравится мята, я ее везде добавляю. Так что, вот так вот сижу. Одним глазом смотрю сериал, осколки. Мне очень нравится этот сериал, но я его, знаете как, больше даже не смотрю, а слушаю, потому что сижу постоянно в телефоне. Вот, в телефоне, там, в фейсбуке лазаю, тикток смотрю, и игра у меня есть. Ну, знаете, какая, типа тетроса. А вот, не знаю, подсела. Ладно, буду с вами до завтра прощаться, я даже не знаю, что мы завтра будем делать. посмотрим на ситуэйшн, ситуэйшн. Моя рыба спит уже, моя рыба спит уже, так, да, ты устал, мое сладкое счастье. Нагулялся. Пойдемте, я вам похожу в погоду нашу и Чучу. Погода хорошая, опять летняя. Чути-Мути, привет. Скажи всем привет. Пи, пи. Чучу, пи, пи. Ну, поговори с нами. Пи. Не пи. Пи. Не хочет. Что-то они желтеют, не пойму, чу. Чу желтеют, чу им не хватает. Вот. Вот. Пи. Вот такая вот у нас погода замечательная, хорошая. Ситуэйшн. Ладно, друзья, всего вам самого лучшего. Приятных выходных и всем пока-пока, до завтра.